Сеть фитнес-клубов «Венец» Вы получаете здоровье, счастье, красоту, энергию и успешность Такие вещи бесценны Звоните 54 11 54 Здравствуйте, с вами программа «Здоровый день» Я Карепов Олег и мой коллега Кузьмищев Владислав Мы являемся тренерами фитнес-клуба И сегодня мы вам расскажем, как надо тренироваться, покажем технику Сегодня мы тренируем грудь и спину Мы вам покажем несколько основных упражнений на данной группе мышц И начнем мы с первого, главного – жим лежа на скамье Данное упражнение всегда начинаем с разминки Разминаемся сначала пустым грифом И потом понемножку прибавляем веса Посмотрим, как нужно ложиться Обратите внимание Упираемся ногами Не отрываем таз Небольшой прогиб в пояснице Лежим мы на лопатках Лопатки должны быть сведены Далее смотрим на технику Такой момент Локти не должны гулять Либо куда-то выходить в стороны Кладем штангу Мы Были чуть ниже груди Повторения должны быть Четкие Без рывков В данном упражнении самое главное следить за техникой безопасности Не берите большие веса, если у вас нет страхующего Старайтесь как можно больше заниматься с тренером, чтобы поставить правильную технику Выполняйте данное упражнение в диапазоне 8-12 повторений На 4-5 подходов Либо более Следующее упражнение Жим гантелей на наклонной скамье Посмотрим за техникой упражнения Продолжение следует... Рассмотрим подробно технику выполнения упражнения и возможные ошибки Посмотрим Итак, вы всегда должны упираться ногами Плотно лежать на лавке Небольшой прогиб поясницы, как и в прошлом упражнении Главное обратить внимание, чтобы локти находились в одной плоскости Они никуда не гуляли И также кисть не должна никуда двигаться Выполняем движение подконтрольно Следим за дыханием Негативную фазу стараемся проходить более медленно Выжимаем гантели на выдохе Следующее упражнение Жим в тренажере Хаммер Посмотрим упражнение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Рассмотрим Рассмотрим нюансы упражнения Упираемся ногами в пол Спину не отрываем Небольшой прогиб в пояснице Лопатки сведены Мы с вами закончили тренировать грудь И переходим к тренировке спины Начнем тренировку спины со становой тяги В нашем варианте это будет классическая становая тяга Становая тяга является тяжелым базовым упражнением Многосуставным При выполнении этого упражнения у нас работают практически все мышцы Которые есть у нас в нашем теле Начнем с техники выполнения этого упражнения Для безопасности обязательно спина должна быть ровной То есть соблюдать прогиб поясницы Все наши узлы и связки работают как один единый механизм То есть наша задача Встать с положения полуподседа В положение стоя Принять вот такое положение При выполнении этого упражнения стараться, чтобы коленный сустав не выходил сильно вперед При этом соблюдать ровность спины Также можно использовать для улучшения хвата Разнохват Сейчас нам Олег это покажет Это используют при больших нагрузках То есть когда уже вес доходит до максимального По поводу разминки в этой дисциплине становой тяга Она сугубо индивидуальна Но если вы являетесь новичком То разминаться нужно тщательно Делать больше разминочных подходов И желательно начинать с пустого грифа Своим подопечным я естественно даю разминку с пустого грифа Шаг подбирается сугубо индивидуально Есть люди, которые добавляют по 20 кг Есть люди, которые добавляют по 50 кг Следующее упражнение в нашей тренировке будет подтягивание В данном упражнении у нас работает верхний плечевой пояс Работают практически все мышцы спины Также работают те мышцы, которые отвечают за натяжение Которые притягивают отягощение Подтягивание является базовым упражнением Которое необходимо для развития силы мышц Взрывной силы Ширину хвата в подтягивании выбирает каждый сам для себя Индивидуально кому-то удобнее Согласно его антропометрическим данным Уже хват, кому-то шире хват При смене хвата немножко смещается нагрузка Либо она смещается сверху вниз Либо снаружи в центр Подтягиваться нужно уметь Это первое И желательно подтягиваться не менее 15 повторений То есть диапазон повторений должен быть порядка 15 Если вы подтягиваться не умеете То начинать нужно с минимальной амплитуды Может быть 1, 2 Может быть то, насколько вы гораздо Начинать можно с обратного хвата С параллельного хвата То есть у нас турник ровный Поэтому мы подтягиваемся ровным хватом сверху Если же у вас тоже такой турник Можете сделать это обратным хватом Либо же есть турники с разными вариациями хвата В этом можно сделать параллельным хватом Это можно сделать чуть-чуть уже, чуть шире Так как вам будет удобно Пока вы не начнете подтягиваться в полную амплитуду И на полную длину Итак, сегодня мы с вами потренировали Грудь и спину Надеюсь, полученная вами информация Вам будет полезна Мы ничего нового не сказали Но тем не менее Для тех, кто первый раз пришел в тренажерный зал Я думаю, что-то интересное для себя подчеркнет Также хотелось бы сказать Что перед каждым движением Обязательно делать суставную гимнастику Разминать все суставы и связки Которые будут у нас работать И в начале каждой тренировки Обязательно делать разминку То есть это может быть любой кардиотренажер В течение 10-15 минут Спасибо большое, что сегодня были с нами Всего доброго, до свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин